Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур. Сегодня в рубрике «Первый взгляд» мы посмотрим игру для PlayStation 3, которая выходит буквально на днях под названием «Кукловод», то есть «Папитир». Что это за игра? По-моему, это что-то волшебное. Когда я в первый раз увидел трейлер этой игры, я просто подумал, что лично для меня эта игра обязательна, потому что я люблю всё очень необычное и очень своеобразное. То есть, по сути, это стандартный платформер, но сделанный с таким вниманием детален и с такой любовью, что выглядит всё это крайне любопытно. По сути, детская сказка, но напитана очень взрослыми подтекстами про то, как в одной далёко-далёкой магической стране волшебный злобный волшебник отбирает у детей души и превращает их в кукол. И наш герой как раз превращается в куклу, но без головы. Это очень странно, но в итоге вместо головы мы будем использовать... Так, тут уже кто-то успел посмотреть. Вместо головы мы будем использовать все подручные предметы. Так. Все интро пропускаю во имя избежания всяких спойлеров, потому что сюжет тут реально интересный. Игра у меня на английском языке, потому что это премию-версия официальной локализации, и тут одновременно с выходом игры на PlayStation 3. Ты же, говорит, умрёшь, если будешь ходить без головы. Так. А, говорит, что происходит? Где моя голова? Давай, говорит, найдём тебе что-то вместо головы. Что-нибудь, какую-нибудь замену голове. Так, и мы можем управлять котейкой и таким образом искать что-то. Так. Хорошо. Это череп. Виток, конечно, да. Они могут быть странными, но они флапят вокруг, с очень полезными головами. Может, говорит, это всё очень странно выглядит, но если ты будешь смотреть по сторонам, то можешь найти очень интересных и полезных, много всяких голов. Нет, если ты, что-нибудь, как ты, должен иметь несколько локализов, по крайней мере. Не могу взять никакой шансы. Так, что ещё тут можно поискать? Паучерла. В игру можно играть вдвоём. Мне пока просто не с кем, но я думаю, это будет вообще эфирично. Так, у меня вместо головы паук. Отлично. Что я делаю не так? Я что, недостаточно сильный, говорит? Аккуратно. Так. Так, вот это, говорит, очень важно. Одно неверное движение, и голова тварится. Если вовремя не схватишь, её магия рассеется, и... Голова больше не будет. Поэтому помни, потеряешь голову. Давай, побыстрее, говорит, ещё новую, тогда. Игра выглядит просто вообще адски. Кроме того, в неё можно играть с помощью PlayStation Move. А, вот ещё, говорит, я забыл тебе искать про лунные искры. Я тебе сейчас покажу. Нет. Окей. Да, вот они, говорит. Собери сто. И ты с помощью магии сможешь... ...если потеряешь голову. Давай продолжим искать. Ну, давай. Это что за труселя? Это что, говорит? Труселя ведьмы? Так, а тут что? То же самое. В общем, ведьма на стороне этого злого колдуна, который... ...собственно, мешает жить нам, среди прочего. И тоже не очень хорошее. Злой колдун здесь, это злой генерал-медведь. Вот он на картине. Так что, в принципе, вы поняли. Не знаю, я игру могу смело рекомендовать детям, в первую очередь. Ну, и большим детям, типа меня, которые хотят хорошо провести время. Я, допустим, продолжаю, говорит, искать эти искры для того, чтобы... ...оставаться в живых. Этот медведь-король всегда, говорит, злой. Эм, что? О, видишь, говорит, этот символ головы? Слушай, в каждой голове есть немного магии. Мяукий. Хе-хе-хе. Они реагируют с местами. Можно взаимодействовать. Попробуешь? Выбери правильную голову. Хе-хе. Видок у меня, конечно, да. Так, магию использую с помощью... Нажимаем вниз. Та-дан-та-дан-тан. Хе-хе. Во, смотри, офигенно. Смотри, говорит, на силу на голове. Постоянно можешь произойти что-то интересное. Воу-воу! Хе-хе-хе. Че это было? О, какая маленькая дорогушая. О, пожалуйста, сделай ваш симфатом. Чувствуй себя как дома. Пронесите его мне! Офигеть. Это что за кухня? В общем, игра полна безумия. Ты лучше следуй за этой вилкой. Ведьма не любит долгие ожидания. Ну смотри, говорит, она такая же больная и безумная, как и сама ведьма. В общем, я сам люблю, допустим, Little Big Planet. Мы с Дашей время от времени очень много в него играем. Вообще, вот такие игры, они в кооперативе, по-моему, просто прекрасны. Так. Эй, я же, говорит, тебя предупреждал. Подбирай голову, говорит, быстро. Если голову кончится, то и ты, говорит, кончишься. Так. Стой. Куда пошла? А, мы так переносимся, понятно. Ну, ты, говорит, не... Здесь Кутара, говорит, был не единственной жертвой. Здесь было полно детей, которые тоже пострадали. Но мы их видим. Все привлечены в кукол. Жутковато, по-моему. Эм. Нужно было кормить этот вид, но это, говорит, было бесполезно. Аккуратно. Есть, говорит, одна деталь насчет огня и кукол. Все эти искры. Ты же, говорит, не хочешь поджариться, пытаясь их схватить. Так. Что если... А, она сама переключается. Шо? Так, нужно по-быстрому, короче, бежать. Я понял. А-а-а, побежали, побежали, побежали. Тихо. Сейчас я еще раз побегу. Не хочу взять их все. Блин, завлекает эта гадость. Я люблю такие игры вообще. Я могу взять, вообще нет? Че-то как-то подозрительно. Так, я пока сюда пройду. Хорошо, сколько их у меня уже интересно. Тай, ладно, пойдем. Блин, я смотрю на эту игру, и мне сразу кушать захотелось. В общем, их призвали. О, бедняга. Они все тут прислуживают, эти ведьмы. Тихо. Спокойно. Посмотрим, чего больше нет. Пока что вроде особо ничего, да? Хотя... Давайте рюкф попробуем. А, нет. Пойдем дальше. Окей, картофель фри. Ой, я чувствую, что это вкусное. Это точно не ведьма сделала. Что? Гоу, Гамбург. Это был мой ланч. В каждой голове же, говорит, есть магия. Хочешь попробовать, какая в этой? Ну, давай, ладно. Ого. Зачем мне? Голова? Хлеб? Попробуй на том сэндвиче. Так, ну, видок мне. Ай-яй-яй, так, хорошо. Пойдем. А что если... Вот символ головы. Значит, отсюда надо это делать. Хм, head, bread. О, попробуй на этот сэндвич. Вот, нормально. Видишь, как, говорит, используя нитвое голову, может изменить мир. Это, говорит, в прямом смысле. Так, и на нем мы сможем куда-то допрыгнуть. Но сначала давайте посмотрим, что еще мы тут можем сделать. Если, говорит, скоро не появишься, то умная ведьма разозлится. И тогда ты точно свою голову потеряешь. Ведьма, если вам интересно, была ужасной магичкой по имени Эзма-Потс. Если вы думаете, что она хорошо занималась магией и готовила, то вы ошибаетесь. Эм, это что-то, браки какие-то, что ли? Так, ладно. Там вроде ничего интересного. Обжали. Окей. О, моя голова! Стой! А, блин, что же такое? Хорошо. Уходим отсюда, парни. Нашу котейку зовут Иньян. Он является верным богатым богом. Так, аккуратно. Отлично. Так, ну туда я не полезу. В чертовно рога. Хорошо. Тихо. Спокойно. Там курочка летает. Жарена. Нормально. Я всегда считал, вот, я сразу вспоминаю червяка Джима, второго. Уровни, состоящие. Нужно опасаться овощей, нам сказал Иньян. Короче говоря, я всегда любил уровни, созданные из еды. Что в Реймоне, что... В червяке Джиме. Так, спокойно, вон она уже. Быстрее, дорогушие, потому что... Потому что те, кто будут лениться, я вас первых превращу, говорит... Так, хорошо. А, моя голова... Да что ж такое? А, моя голова упала. Хорошо, допустим. Идите сюда, горячий. Тогда вы пропадете. Так. Иньян, открой окна. Так, что еще тут можно поискать? Открою окна. Откроем окна. Что думаешь? Удивлена моими кошачьими рефлексами. Где лунная богиня? Я хочу знать, куда вы ее забрали. Отпустите меня, как вы смеете. Эта пеппи-принцесса должна подпишись. Ты нойкий? Я думаю, ты хочешь, чтобы я эту душу вернул, и ты смог бы вернуться домой. Ну, не до того, чтобы ты перейдешь эти пеппи-принцесса до Мунбэр-Кейнга, и заберешь мне его магическую церковь. Так, Иньян, с ним пойдешь. Ура, говорит, мы пойдем в тронную комнату. Это же будет весело. Так, хорошо. Ведьма дала нам задание. И мы двигаемся. Так, хорошо. Что у нас тут? Так. Что в этой башне может быть интересно? А это что за голова? Летучая мышь? Это выглядит вообще странно. Так, а что тут может быть? Еще блестяшки. Ладно. Так, тут трупики лежат. Листоко. Бабы, наверху. Ладно, потом пойдем. Спокойно. Хорошо, потихоньку доберемся, я думаю. Я пока не знаю, для чего голова летучей мыши, да? Я думаю, разберемся. Глава, стой! Так бежит. Мрачноватенько так. Знаете, это еще напоминает фильмы... Так, это что такое? Хорошо, не важно. Тебя никак не могу? Давай. Еще чуть-чуть. Парень, парень, беги отсюда. Такой, нет, говорит. Я останусь тут. Да открой ты. Все, ладно, прячься. Мне вот эта голова больше всего нравится. Ой, тут труп лежит. Тихо. Лошадь, спокойно. Еще что-нибудь есть? Нет? А если найду? Хорошо. Двигаем. Парень. Еще один. Ооо! Я не хотел. Я не хотел это сделать. Бык, спокойно. Опять голова отвалилась. Так, вот эта голова мне тоже нравится. Оп. Просто выглядит круто. Так, хорошо, обезьян. Отдыхай пока. Воу, воу, что это такое? Нет, не очень хорошо. Ой-ой-ой, она сюда катится. У нас есть плохая ситуация. У нас есть плохая ситуация. Давай, беги, говорит. А-а-а, я замешкался. Ставь в одной пице? Моя голова. Из меня там что-то еще гуглилось, по-моему. Ладно, уже не суть важна. Тихо. Ладно, потеряли голову. Тут можно было спрятаться? Нет, нельзя. Ну, ну, ладно. Так, спокойно. Там что-то еще, по-моему, катя. Петушок, ты что? Зачем? А, заяц. Абрекадабра. Заяц вообще зачетный. Абрекадабра. Так, пишет это на... Тихо. Змей вообще какой-то. Да что ж ты будешь делать? А, стой. Так, хорошо. Давайте применим паука. О, какая пакость. Ненавижу пауков. Так. Это не особо пока, да, работает? Это же какая голова? Паучий, по-моему? Ну да, что... Ой-ой-ой. Твою мать! Что такое? Упс. Я не очень хотел этого, честно говоря. Кутеро был спрятан с огромным арагнитом, но почему он не закончил как Диллор? Может, Паук перепутал нас со своими детьми. Тихо, тихо, спокойно. Он мог ошибиться, ошибиться даже, говорит, своего семью глазами. Тихо, ай-яй-яй-яй-яй, ушел, ну ладно. Заглянули на огонек, хорошо, бегим дальше. Да откуда ты, ох, откуда ты берешься? Глава банан, приехали. Вообще ни одну картину в жизни не напоминает. Что это? Видок, конечно, да. Ты шевелишься? Парень, беги, парень. То есть все так сделано, именно как кукольный театр, там народ хлопает. Забавно, значит, это. Великолепно, говорит Кутара. Вот вход в тронную комнату. Никто так далеко еще не забирался. Что-то даже как-то шутенько. Я к тебе приказываю войны солнца. А, вот что-то происходит. Вот и он, главный злодей. Ты с ума сошел? Ты знаешь, кто я такая? У моего папы есть сверхновая. А что, если она права, сэр? На солнце очень жарко. Да что он может сделать? У меня его дочь. Ну да, конечно, сэр. Ну и кроме того, вы настолько могущественны, что можете затмить солнце. Я приготовил для тебя особенную комнату, дорогая принцесса. Пожалуйста, я настаиваю. Отдохни. Жуткий такой тигр. Повезло. Кутара, тебе везет. Так, окей. Это те самые ножницы. Вот наш герой. Нашел самые удивительные ножницы в мире. Легендарный Калибрус. Маги главного плохиша. Они связаны. Знакомься с Калибрус. Это, говорит, необычные ножницы. Он служил лунной богине. Подойди, мальчик. И прими свою судьбу. И прими свою судьбу. Знакомься с Калибрусом. Теперь у него были зачарованные ножницы. Но не так во всем везло. Учитывая теперь, что эти ножницы служили злому. Сходим. Увидимся. Легендарный Калибрус. отлично я добавил же отлично хорошо так надо побыстрее как-то действует нет так хорошо давайте мы сюда усилим не поднимемся и погнали все отлично хорошо поднимемся сюда и проделаем ту же операцию короче говоря я так чувствую это будет наше основное оружие так а с этим мы как как-то так нормально ты игорь знает что делать порезал горит как настоящий маг очень скорость так ого неплохо давай монетки ну то есть искры отлично ва-банк ва-банк так еще ну и теперь давайте уже убить голову кстати поднимем посмотрим что это сглова такая это еще один банан готова видишь говорит хорошо забудьте о калибрусе и он позаботится о тебе не останавливайся а тут этот медведь нас поймает так ковер самолет кто посмел наложить руки на мою собственность мои ловушки как ты пробрался через них подожди как ты вообще сюда попал ах ты ублёнок что ты делаешь с моей тронной комнатой охрана поймать этого вора давай давай получи распишись хорошо я горюй я горюй Я, говорит, вам головы порублю. Приготовьте свои шеи. Мне нужна его голова. Так, до свидания. Нужно их быстрее, в общем, резать, пока они по-новой не ожили. Охрана? Ладно, сам, говорит, сделаю. Конечно. Че-то от тебя не так много осталось. Кутеро первый раз, говорит, по-настоящему. Испугался. Но любой страх нужно пересилить. Так, хорошо, иди сюда. Что-то как-то у тебя... Нормально. Ножницы, конечно, просто отличные вообще. Тихо. Голова отвалилась. Че, норм? Приходи еще. Так, хорошо, давай-давай-давай-давай. Эх, успел, да. Он полон душ. Но их нужно освобождать. Так, да я понял, я просто не успел. К управлению тут нужно привыкать, вообще. Отлично. Пишите письма. С легендарным Калибрусом. Кутеро делал первый шаг в своем приключении. Отлично. Но следующий шаг, к сожалению, это побег. Пятки нашего героя горели. Тигр? Да, сэр? Куда ушел этот мелкий? Далеко не мог уйти. У него такие маленькие ножки. Наверное, он прям за углом. Я не хочу его прям за углом. Я хочу его зажатым в углу. Найди этого вора. Или я найду кого-нибудь, кто сможет. Пожалуйста, сэр. Ваше давление кровяное. Я об этом позабочусь. Браво, Кутеро. Никаких других не смогут. Браво, Кутеро. Так далеко еще никто не забирался. Это будет музыкой для ушей и ведьмы. Ладно, говорит, взбодрись. Хорошо. Блин, это круто. Не знаю, и вот на данный момент вообще в индустрии, на мой взгляд, очень не хватает вот таких своеобразных игр. Все настолько клишировано, насколько это вообще возможно. И вот такие игрушки, они позволяют реально отдохнуть. Именно поэтому я и люблю консоли, потому что на них, среди прочего, хватает вот такого. Особенно консоли в Sony, в принципе, потому что там были очень многие игры, которые спонсируют, собственно, Sony Computer Entertainment. Они такое дело необычное любят. Допустим, Little Big Planet и тому подобное. Кутероу получил Калибрус, легендарный парень магических швейцов. Так, хорошо. Вот новый уровень. Здесь можно найти две головы, спасти 49 душ. И там есть тоже бонусный уровень. Волшебник. Просто волшебник. Ему, говорит, очень повезло. Он украл для ведьмы эти ножницы и привел в бешенство короля. Теперь ему оставалось просто бежать. Бедный Кутеро. Теперь вся его надежда была на Калибрус и на ведьму. Какие еще жестокие трюки с ним провернет судьба? Кисулька, ты где была? О, да не может быть. Ты нас забыла, что куда послала? Да, Калибрус выбрал его. Наконец-то. Эти ножницы освободят реальность Луны. Теперь мой милый юный воин. Не дашь подержать это, старой бабушке? Прямо сейчас, деревянная кукла! За что это? Только не говори, что я не в том вкусе. Попался! Ха-ха-ха! Ха-ха! Чтобы командовать Калибрусом, нужно сердце чистое. До свидания. Черт! Ладно, оставь его пока себе. Я знаю, что ты хорошо за ним позаботишься о нем. Я учуял его запах этого вора-ножниц. О, генерал Тигр, Сир. Как я рада, что вы пришли меня проведать. Я ничего о нем не знаю. Если скажу, то ты будешь первой, кому я скажу. Ты уверен? Уверена, что он не здесь. Да, очень уверена, ваша тигринность. Я вас умоляю, приведите его к правосудию. Или я не смогу заснуть ночью. Да, не волнуйся. Мои слуги заперли весь замок. После всего... После всего... После всего... Ладно, говорит, мы же не можем так вечно сидеть. Мне нужно видеть... Вышел? Ах, какие бы силы не были у этого оборудования, он явно был очень важен. Ну и что, я думаю, я достаточно показал вам для первого взгляда эту игру. Что я хочу сказать? Как я уже говорил, вещь крайне не клиширована. И я думаю, особенно интересно ее будет поиграть вдвоем. Пока что я, к сожалению, не могу этого сделать. Просто потому, что пока не с кем. Даша уехала. А по интернету пока тоже не с кем игра еще не вышла. Тем не менее, спасибо Sony за предоставленную превью-версию игры. Спасибо вам, что смотрели. Если вам интересно, я могу сделать еще несколько видео по игре. Продемонстрировать более поздние этапы. Потому что я в нее со всей определенностью буду играть. По-моему, это круто. И в особенности, конечно, для компанейских таких развлечений. То есть пара-тройка друзей, если у вас есть, то поиграть в эту игру будет очень круто. На этом первый взгляд, в принципе, закончим. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok